Другая группа депутатов Можилиса парламента Республики Казахстан провела встречу с жителями в здании Актюбинского сельскохозяйственного колледжа. Вопросы развития аграрного сектора и оказания социальной помощи в условиях предстоящей модернизации Казахстана. Об этом шла речь в ходе встречи парламентариев с актюбинцами. Подробности в следующем сюжете выпуска. На эту встречу с актюбинцами прибыли депутаты Можилиса Турар Оксикбаев, Аманжан Жамалов и Сапархан Омаров. С учетом специфики колледжа, в котором проходило мероприятие, в начале встречи была затронута тема развития аграрного сектора в свете послания президента народу Казахстана. В частности, в пятилетний срок в стране планируется создать условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы, увеличить площадь орошаемых земель на 40%, тем самым довести до 2 миллионов гектаров. А к 2021 году, благодаря диверсификации производства сельхозпродукции, необходимо увеличить экспорт продовольствия на 40%. Особое внимание было уделено социальному блоку вопросов. С 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20% к уровню 2016 года. Кроме того, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике. Ее размер будет зависеть от стажа, участия в пенсионной системе. Об этом давно наши пенсионеры говорили, наконец к этой методике наше министерство переходит. Все эти меры в 2018 году обеспечат увеличение в 1,8 раза нового размера базовой пенсии по сравнению с 2017 годом. Также межелесмены сообщили, что согласно поручению главы государства, с 1 июля будут увеличены размеры единовременного пособия на рождение на 20%, а с 1 июля 2018 года планируется повысить для 3 миллионов казахстанцев размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресные помощи и пособий для воспитывающих детей инвалидов. После выступления депутатов, пришедшие на встречу люди могли задать вопросы парламентариям. Один из таких вопросов касался ситуации с банковской системой страны. Тысячи граждан обращаются с просьбой, чтобы с них списали эти пиотичные кредиты. Все это таким тяжелой гирей, долговой гирей висит на банках второго уровня, которые эти кредиты в свое время выдали. Поэтому правительство принимало ряд мер по очищению, выделялись средства для этого, но все равно банковская система очень медленно восстанавливается. В ходе Сычи был затронут и вопрос перераспределения части президентских полномочий между ветвями и власти. Та же активность волновала безопасность пенсионных накоплений. На каждый вопрос парламентарии дали подробное разъяснение.